Вот. Кто-нибудь в зале знает такое японское слово, как сакуга? Поднимите руку. Ну, понятно, да, все тяжелится. В общем, сегодня я постараюсь рассказать о том, чем японская анимация отличается от западной, от европейской азиации и от другой азиатской анимации, корейской, которая пытается как-то идти в клеваторе японской анимации, и как-то у нее пока это не очень хорошо получается. Вот эта вот лекция, которую я надеюсь, что я сегодня прочту, если у Алекса что-нибудь сработает, она на самом деле основана частично на материалах лекции Колина Гросбега, Нила Клингермана и Шона Байерса, сакуга аниме, которая была прочитана в прошлом году летом на Токоне, в американском конвенте. В общем, я с ними связался, пообщался, они сказали, что можно это все дополнять и развивать, но я постарался это все дело развить и как-то приблизить. У них все-таки был рассказ о старых вещах, и я это постарался дополнить какими-то новыми историями, которые произошли, во-первых, за последний год, потому что есть кое-какие прорывы в анимации, которую делает японская молодежь. Люди там, старшие школьники и студенты, которые раньше тихо сидели, там, не знаю, в 80-х, 90-х, они тихо сидели дома и рисовали на салфетках, а теперь они рисуют гифки на имиджборды, и после этого их берут на работу в серьезной студии. Это вот мы все увидим сегодня. Потом, что еще можно сказать? Еще можно сказать, что у нас осталось... Приезжало три минуты. Давайте я вам расскажу про сайт Otaku.ru. Или Ataku.ru. В принципе, ударение можно ставить как угодно, но просто японцы все-таки, они как-то выделяют букву О, да, то есть если не ударением, то все-таки Otaku. Как-то так. Можно Атаку сказать. Но я думаю, это вообще не говорит. У нас с Темой Милстобровым очень давно была идея сделать какой-то анимешный блог, который будет, ну, скажем так, продолжать линию журнала Анимегид, которым я какое-то время работал, назвать, крокодилом, главным редактором. Да, то есть это была такая попытка рассказывать об аниме не слишком фэндомным языком, да, то есть чтобы человек, который ничего не понимает в японской анимации, мог там взять журнал, прочесть текст, и, в общем, у него бы мозги не вскипели от терминологии специфической, которая там мелькает, да, и он, в общем, понял, о чем идет речь. Вот на «Откру» мы попытаемся с моими коллегами Аней и Николаем Караевым, который, наверное, тоже вам известен как переводчик сериалов «Меланхолия Харахи Судзуми» и фильмов «Макота Сенкай», вот попытаемся примерно таким человеческим языком рассказывать об аниме, и чего там точно не будет на этом сайте, там не будет поэпизодников и прочих каких-то удивительных форм, которые отмечают российские аниме-сайты от всех остальных аниме-сайтов, потому что, ну, по-моему, ничего скучнее и бессмысленнее, чем пересказ событий каждой новой серии сериала, которые выходят, ну, по-моему, сложно что-то придумать. Ну, разве что, если вы хотите как-то быстро наверстать, там, у меня не знаю, следите за десятью сериалами и хотите понять, что творится еще в других десяти, то, может быть, это имеет смысл. Вы сидите на необитаемом острове или сидите в тюрьме? Да, да, да. Ну, в тюрьму можно распечатки присылать по эпизодникам. Вот. Тем временем, Алекс Лапшин и его дрессированные анонимусы О-о-о. Две минуты. Что, могу колесом пройтись? Давай! Не сегодня. Не-не-не-не, у нас лимит травм уже исчерпан. Да. Да, Дим, ты живой? Спасибо. Вот, это хорошо. Какание? Какое, вверх! Какаяť?